Здравствуйте, господин Алпызбаев. Рады вас видеть сегодня в городе Тверь на Кубке Европы по кадетам. И первый вопрос. Насколько большой состав команды вы привезли? Есть ли среди них сколько там мальчиков, девочек или вы в основном привезли мальчиков? У нас две команды, мальчики и девочки. Я старший тренер по кадетам. У меня в составе 23 спортсмена. У нас в основном первые, вторые, третьи номера. Лидеры у нас в основном первые номера. Это у нас 66 килограмм. Финал сейчас. Финал будет бороться. Так же и завтра у нас 73 килограмма. Вообще развитие дзюдо в Казахстане. Насколько сейчас популярны дзюдо в свете того, что... Ну, во-первых, есть и в Казахстане чемпион мира, да? Это Раков, да? Максим Раков. Да. Как вообще развивается дзюдо в Казахстане? Ну, в последние годы у нас здесь дзюдо очень хорошо. На высоком уровне сейчас развивается. Потому что у нас сейчас в Федерации создали 5 единоборств включили. В основном сейчас очень хорошо у нас развивается дзюдо. Так же у нас есть и сейчас Фаркадюта, у нас чемпион мира есть, и олимпийский чемпионат. В Англине у нас 55 килограмм. Юношеская олимпиада. Юношеская олимпиада. Юношеская олимпиада. В Казахстане в Казахстане в Казахстане очень хорошо работает. В Казахстане есть чемпионы мира и по взрослым, и олимпийские чемпионы юношеские. Как вы думаете, есть ли реальные шансы у казахской команды на Олимпиаде в Бразилии попасть в число победителей? Мы думаем, что будет, потому что шансы у нас всегда есть. Потому что состав хороший у нас, у нас 60 кг хороший, у нас чемпионирован по молодежи, а сейчас в Азиатские игры у нас в Умбе играл, у нас 60 кг очень хорошая конкуренция. А вообще конкуренция в весовых категориях большая? А как женское дзюдо развивается? Женское дзюдо у нас немного слабовато развивается. но как бы женское дзюдо тоже уделяется внимание? Да, уделяется. А как вообще развитие клубов? Как обстоит ситуация? В основном это государственные клубы как на базе с дзюшор, или в основном это частные клубы? У нас клубы не развиваются пока. То есть в основном это как с дзюшор, система с дзюшоров? Да, система с дзюшор, да. То есть это система государственного обеспечения клубов? Ну и в заключении хочется еще пару вопросов. Приближающийся чемпионат мира, который пройдет в Астане, вы просто как болельщик, да, дзюдо, сколько медалей хотели бы, чтобы завоевала казахская команда, и сколько из них золотых? Ну, хотели бы два золота, у нас 60 килограмм, 66 килограмм у нас на немаленький состав, планирую, и медаль на их побольше было бы лучше для нас. А вообще, как вы думаете, вот этот чемпионат мира, он может дать еще больший толчок развитию дзюшор? Конечно, конечно. Это очень хорошо, что это у нас плохой чемпионат мира, потому что это популяризация, это вы столько болельщиков могут очень посмотреть на чемпионов мира, на кисточек, когда ведущих спортсменов мира. А вот в вашем азиатском регионе вообще конкуренция вы трудная, потому что у вас там и корейцы, и китайцы, и японцы, да, и монголы, как вы оцениваете вот сейчас позицию Казахстана на азиатском регионе? Ну, на азиатском регионе мы на третьем-четвертом месте идем по командным выступлениям, на азиатских играх, на чемпионатах Азии. Ну, конкуренция очень сильная у нас на азиатском регионе, потому что, вы сами знаете, есть и Япония, и Корея, и Монголия, и Узбекистан у нас. Так что у нас на азиатском очень сильная регионе. Ну и заключительный вопрос, я прошу вас просто продолжить фразу, начатую мной. Спасибо большое, успехов вам и вашей команде, и увидимся в Астане. Спасибо. До свидания. Да, я вам сейчас...